Платформа для решения задач оперативно-диспетчерского управления в распределительных электрических сетях. ПТК КОТМИ-14, ПТК Пётр Андреевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги, фирма «Сисконт» на сегодняшний день предлагает вам на рассмотрение оперативно-информационный комплекс для диспетчерской службы в распределительных сетях. Оперативно-информационный комплекс на сегодняшний день в каждой диспетчерской службе, большинство диспетчерских служб имеется. И знаете, что это такое? Имеется, и какие функции выполнять, известно, и рассказывать про них не будем. Значит, оперативно-информационный комплекс ПТК КОТМИ-14 – это развитие комплекса КОТМИ-2010. Комплекс 2010 на сегодняшний день эксплуатируется в Россетях где-то объектов на 400 и успешно функционирует. Но, тем не менее, время идет, требования меняются, техника меняется, и функций, которые выполнялись на сегодняшний день этим комплексом, недостаточны. И по просьбе одного из наших потребителей комплекса КОТМИ-2010, это МРСК Сибири, они попросили объединить наш комплекс с диспетчерской системой МОДУС. Значит, затем появились дополнительные требования, такие как общая информационная система, так называемая СИМ-модель. То есть это появилось от системного оператора требования, потом ее приняли в ФСК, и на сегодняшний день она становится необходимостью. Значит, применение общей информационной модели в оперативно-информационных комплексах позволяет легко решать различные задачи, расчетные задачи, поиски, представления информации и так далее. То есть объединять любые информационные комплексы как единое информационное пространство. Значит, разработкой общей информационной модели занимается НТЦ ФСК, и предлагаемый комплекс на сегодняшний день разработан с полной основой под информационную модель. Значит, СИМ-модель лежит в основе предлагаемого программного комплекса. Вся информационная база данных на сегодняшний день располагается в стандартных программного обеспечения Windows-подобной, и хранение базы данных ведется в SQL-базы данных. Значит, разработкой комплекса занимаются на сегодняшний день несколько групп компаний. Лидером разработки является фирма Децима, это город Зеленоград, она является правообладателем комплекса КОТМИ. Значит, вторым разработчиком является фирма МОДОС. Значит, из нее и из программного комплекса МОДОС взяты лучшие решения и адаптированы в этом комплексе. Значит, фирма СИСКОНТ выполняет роль ОТК и тестирует выходной комплекс перед продажей. Еще одну фирму, значит, пригласили мы к разработке, это Ставропольский федеральный институт. Значит, это разработчики расчетных задач. То есть у них имеется комплекс задач расчетных для сетей, вот, распределение горсетей для напряжения 10-20 кВт. И все алгоритмы расчетных задач сертифицированы, опробованы в наших системах и легко адаптируются в комплекс. Значит, структурно комплекс представляет собой, то есть логическая структура, представленная здесь на слайде, она базируется, как видите на слайде, базируется на СИМ-модели, и вокруг которой идет вся обработка и все информационные потоки. Значит, здесь представлены белым цветом, это все системы сбора, которые на сегодняшний день, то есть могут обрабатываться комплексом, расчетные задачи и топология и так далее. Значит, отдельно, какие функции выполняет программно-технический комплекс? Значит, одна из основных функций — это сбор информации, и сбор информации на сегодняшний день выполняется практически от любых источников. То есть это как традиционная телемеханика, ОСКУИ, релейная защита, соседние информационные системы, смежные системы. Значит, это современные требования, которые требуют, чтобы информация была как единое пространство в комплексе. Значит, информация собирается также по оборудованию и таких систем, которые на сегодняшний день работают в России, типа САПР-3. И, значит, в комплексе заложены все традиционные обработки, которые на сегодняшний день востребованы, и добавлены, значит, на сегодняшний день к комплексу топологический анализ, который позволяет нам в реальном времени отображать всегда реальную схему на экранах диспетчерских мониторов или видеостенках. Значит, как я вам сказал, что для расчетных задач, то есть мы привлекли Северо-Кавказский федеральный институт, и он имеет вот здесь представленный набор всех расчетных задач, которые проверены и которые адаптированы к нашему комплексу. Значит, параллельно я могу сказать, что мы пробовали для федеральных пользователей нашего комплекса и адаптировали с оценкой состояния, то есть и оценка состояния, то есть показывает те же самые результаты, что и, допустим, комплекс СК-2000 системного оператора. Значит, также адаптированы для федеральных пользователей и задача РАСТР, которая применяется повсеместно на уровне сетевых компаний, значит, системного оператора ФСК. Поскольку база данных основана на СИМ-модели, и в СИМ-модель, в принципе, заложено все оборудование, которое применяется в энергохозяйствах, то есть у нас в комплексе ведется паспортизация оборудования, то есть все, значит, где указываются виды оборудования, типы оборудования, система идентификации, значит, все это можно посмотреть и все это вводится. Кроме того, значит, хочу здесь отметить следующее, что в большинстве объектов, которые находятся, мы внедряем и разрабатываем, не всегда имеют базу оборудования. Значит, на уровне сетевых компаний РСК, база данных на сегодняшний день отличается с аппаратрией ТОРа. То есть с ней у нас есть информационные модели, и с ней протоколы общения, то есть эту базу данных тоже можно будет посмотреть. Если базы данных на объекте нет, то ее нужно создавать, и создавать, то есть мы, в принципе, представляем аппарат, который может ускорить, значит, формирование этой базы данных. Для взаимодействия, значит, системы с внешним миром, то есть у нас практически присутствует полный комплект протоколов, который позволяет общаться с любыми системами, с любыми информационными системами, со смежными системами. И это нам дает свободу, и мы готовы решать любые задачи, которые на сегодняшний день будут востребованы. Вся эта обрабатываемая информация, то есть на сегодняшний день обрабатывается нашей диспетчерской системой, в основе которой, значит, лежит редактор модуса. То есть все кадры информационные создаются с помощью редактора модуса, и далее ведется их обработка. Значит, я сейчас коротко пробегусь по всем этим представлениям информации с помощью нашей диспетчерской системы. И, значит, вся работа на диспетчерской системе начинается с оформления всей сети предприятия. Здесь мы пока будем рассматривать пример на сети 6-10 кВт, и вот на этой схеме, то есть схема показана здесь, большая, плотная, то есть будут показаны питающие центры, распределительные постранства, трансформаторные, кабельные линии и так далее. Значит, для того, чтобы по этой схеме передвигаться, то есть существует маркер, который выбирает на схеме какой-то блок, и перемещается, и этот блок увеличивается. То есть такую схему можно рассматривать на мониторах, дисплеях и как-то по ней маневрировать. Для видеостены, то есть схема практически рисуется под видеостенку, то есть и на ней, то есть она будет отображаться в нормальном виде. Для того, чтобы создать проект по отображению, по представлению информации, то есть мы предлагаем в своих решениях сначала сформировать стандарты представления информации. Значит, с помощью, вот здесь на примере показаны цвета, плакаты и схемы обозначения. То есть это сначала утверждается, и потом на основе этих схем создаются общие представления кадров информации в комплексе. Для сети, значит, 10 кВ, значит, цветовые раскраски, то есть мы тоже все согласуем, значит, раньше согласовывали цветовые раскраски в основном по уровню напряжения, на сегодняшний день, то есть мы добавляем, то есть еще добавят такие, как отключенные линии, отклонения от нормы и так далее. То есть это все настраивается, но необходимо, то есть это как-то при проектировании все сформулировать и узаконить, то есть сформировать стандарт. Значит, особое отличие еще комплекса является то, что для того, чтобы сделать схему сети читаемой, то есть мы предлагаем, значит, обобщенные формирования объектов, так называемые композитные элементы. И схема строится, у нас очень комбинированная такая, и однолинейная, и плюс композитные элементы. И когда мышкой попадаешь на композитный элемент, то есть отображается конкретный участок схемы, который находится внутри этого композитного элемента. Здесь на примере этого показано. Значит, это вот здесь показаны различные виды отображения, и эта вот схема построена с учетом композитных элементов. Здесь распределительные подстанции показаны, и круглыми точками показаны трансформаторные подстанции. То есть это делает схему сети читаемой, наблюдаемой, и по ней легко ориентироваться. И подводя маркер к какому-то кружку, то есть мы всегда увидим развернутую схему, допустим, здесь, как на примере трансформаторной подстанции. Значит, это стандартное обозначение схемы, то есть тут ничего нового нет, у всех есть это. Значит, здесь примеры, как формируются схемы. Значит, отдельно я хотел бы сказать про данные, которые поступают по коммерческому учету. Значит, на сегодняшний день у нас есть опыт работы с базами данными по коммерческому учету розничного рынка. То есть это система типа матрица, и мы поднимаем от них информацию как по показаниям абонентов, и как по топологии. Значит, и вот здесь на примере, то есть показано, что мы можем действительно взять информацию из этих систем и предложить ее в обработку. Значит, поскольку у нас в системе имеется практически база данных по оборудованию, то есть комплекс позволяет автоматически строить присоединение. В данном случае показано, значит, можно построить фидер в уровне подстанции. Значит, в уровне фидер распределительной подстанции. То есть это имеется база данных, и при определенном запросе производится построение схемы. Значит, как стандартно в комплексе имеется процессор событий, который регистрирует все события в системе, и на основании этих событий формируются различные журналы и подсказки диспетчера. То есть и при установке на какое-то определенное место указания маркетинга появляются эти события в виде какого-то журнала. Здесь вот показан журнал отклонения от нормальной схемы, журнал включенных заземлений. Значит, в системе очень хорошо развита работа с плакатами. То есть можно будет всегда посмотреть на схеме, где установлены плакаты, какие плакаты, то есть посмотреть архив, то есть журналы. Вот здесь показан, например, журнал повреждений. Значит, дефекты, повреждения кабельной линии. Тоже можно это все посмотреть, имея базу данных, имея информацию. То есть все это дает нам простоту использования информации. Значит, состояние участков сети. Значит, отклонение от нормальной схемы. То есть все это у нас комплекс позволяет. Посмотреть при перемене, при сдаче смены, то есть журнал отклонения в виде ведомости. Значит, оперативный журнал, то есть формируется. Наработки оборудования. Значит, журнал технологических нарушений и так далее. То есть, в принципе, здесь мы показали все возможные журналы, которые мы можем обрабатывать. Значит, поскольку мы имеем возможность подключиться к базе данных абонента, то есть мы предлагаем еще диспетчерским службам возможность для работы с абонентом. Здесь при необходимости. То есть и вот здесь слайды показывают, что как можно работать с абонентами. Значит, и то есть показывается, кто подключен, где подключен, кто абонент. И в принципе, поскольку данные на сегодняшний день в рочном рынке техническим или коммерческим учетом ведется, то есть можно понять и потребление. Это вот все работы по абонентам. То есть можно подвести какой-то объект и вывести информацию по ним. Ну, как я говорил, что в базе данных у нас формируется оборудование. То есть это вот оборудование, то есть в виде дерева можно посмотреть, и по всей базе данных пройти и посмотреть оборудование. Значит, также можно посмотреть оборудование комплекса из соседней системы типа, допустим, САП-3. Значит, ну это в виде паспортов, можно смотреть оборудование. Значит, еще отдельная тема, которая на сегодняшний день добавлена в комплекс, это работа с ГИС-системой. То есть мы, в принципе, импортируем в комплекс карту, и на эту карту можем наносить схемы, линии и так далее, и их применять в работе. Вот здесь на слайдах это показано. Значит, и на одном экране, то есть мы можем иметь несколько окошек с различными видами объекта, чтобы рассмотреть, как это работает. Начиная от географии, распределительность поставить ТП и отдельных там распредустройств. То есть это можно переходить прямо в рамках одного экрана, и все это позволяет работать. Значит, следующий вопрос, который хотел сказать, что у нас есть опыт работы, с колл-центрами. То есть это звонки по авариям принимать и работа с ними, то есть по звам, то есть архивы. То есть оперативно можно это следить, диспетчер может оперативно следить за работой по звонкам. Значит, и как я говорил, что, то есть поскольку имеются расчеты, результаты расчетов, то есть можно посмотреть в системе. Извините, Фёдор Андреевич, время у Вас выходит. Значит, ну и последний, я хотел сказать, результаты, то есть мы предлагаем смотреть на видеостенки, как один из вариантов. То есть здесь показана видеостенка Юреско, она построена на жидкокристаллических мониторах. Значит, у нас здесь на стенде есть, и эта стенка, в принципе, является альтернативой видеостенки, построенной на видеокубах. Значит, и она простая, дешевая и доступная на сегодняшний день. Значит, и швы, которые вот здесь между экранами, то есть они есть, скажем так, здесь показано 10 миллиметров, а на стенде у нас есть швы между экранами 3,5 миллиметра. То есть это практически незаметно, и они не мешают работе. Но простота обслуживания и работа с ним удобно. Значит, их можно вешать и на стенку, и делать большой экран. И это позволяет оперативно работать с схемой. Ну, в принципе, всё. Спасибо. Вопросы? Кого есть вопросы? Пожалуйста. Петр Андреевич, вот эту систему кто ведёт? Эту ведёт в работе? Да. Это работают диспетчерские службы, а настраивает её, как правило, или какая специализированная наладочная организация, а дальнейшую ведёт, сопровождает сам заказчик. Не понял, как заказчик. Вот электрические сети, вам, допустим, там, в каком-то рейсе или в городе, вы поставили эту систему. Вы эту систему отработали и так дальше. Теперь возникает вопрос. Фамилия абонента. Диспетчеру это вообще, если он начнёт вводить и выводить, или интересоваться, то вы рядом с диспетчером... Эту систему, вот на сегодняшний день, абонент, сформируется база данных абонента. Она на сегодняшний день... Кто формирует? Она на сегодняшний день формируется, вот, насколько мне известно, она формируется при создании розничного рынка. То есть, когда... Нет, подождите, давайте мы типы рынков не будем называть. Вот у нас, допустим, какой-то город, там, 100 тысяч человек, 100 тысяч абонентов быта, быта, я имею в виду. Кто следит за вводом информации по этим абонентам? Какая служба? Ну, я на это вопрос правильно не отвечу. Кто базу данных ведёт? Я думаю, что это энергосбутовая компания. Но мы просто, мы в своей системе к этой базе данных имеем только доступ. Сами мы её не ведём. Это мы берём готовую базу данных у энергосбутовой компании. Кто нормальную схему ведёт? Нормальную схему ведёт диспетчерские службы, и они нам выдают эти службы для реализации в этой комплексе. Что значит дают, а не кому дают? Значит, у них есть рабочие схемы, согласованные, подписанные. И вот эти согласованные, подписанные рабочие схемы выдают нам для ввода в оперативно-информационный комплекс. Значит, это вводит какая-то другая компания. Это не диспетчерская служба, да? Не диспетчерская. Не диспетчерская. И вот 12 часов ночи был нормальный разрыв в этой сети, вышло что-то из строя, и перевели в другое место разрыв. Что он вам должен дать сведения, чтобы вы их ввели. А где он вас найдёт в дневнице ночи? Нет, он сам. Вот здесь диспетчер делает. А, вот здесь диспетчер делает? Значит, она что делает диспетчер, и что... Там всё расписывается. Мы даём инструмент для того, чтобы диспетчер работает. Это оперативно-информационный комплекс, это инструмент для диспетчера. Спасибо. Ещё вопрос. Маэск Меридонов Андрей Борисович, а подскажите, пожалуйста, вот сопряжение с колл-центрами, там каким образом звонки вводятся? Вот аналогичный вопрос, который в прошлом был задан. Ну, я, наверное, точно не отвечу, но как, в общем, специалист, то есть я могу сказать, что на сегодняшний день колл-центр – это сложный компьютерный центр. И как любой компьютерный центр, он имеет интерфейсы, и программные, и физические. И вот по этому интерфейсу, то есть выбирается информация. То есть предполагается, что из колл-центра уже в электронном виде информация приходит, а не... Да, только в электронном виде, не звонками, да. Всё, понятно, спасибо. Спасибо. Ещё вопросы? Спасибо.